Этой осенью ко мне в деревенский запущенный сад пришёл поэт Константин Симонов. Был поздний вечер. Симонов только что написал в тесной избе за хромоногим столом стихи о Суворове. Он читал их при свете тусклого фонаря. Далеко в лугах кричали коростели, и от величайшей тишины, стоявшей вокруг, и от холодного воздуха, наполнившего сад, звучание стихов, самый тембр слов, включённых в короткие строки, был совсем иным, чем это бывает в Москве. Это было первое знакомство со стихами Симонова. Без напряжения, закономерно они входили в стихотворную фразу. Сейчас, к сожалению, хороший вкус к родному языку встречается нечасто даже у иных писателей и поэтов. Это говорит о продолжительной оторванности от настоящей жизни, о полном равнодушии к языковому богатству страны. В эпоху народности это является не только недомыслием, но и преступлением. С лёгкой руки газет мы всё больше привыкаем к тому косноязычию, которое неизвестно почему считается русским языком. Завышенное задание, поэтическая продукция, привельсовая база и тому подобные епиходовские слова. Поэтому особенно радостно услышать стихи, написанные просто, ясно, крепко. Очевидно, Симонов учился языку там, где только ему и можно научиться у своего народа. Борьба за чистоту языка идёт давно. Ещё Шеверёв в начале девятнадцатого века страстно мечтал о том, чтобы русский язык дал звук густой и сильный и широкий, чтоб слава и отчизна прогудел, как колокол из меди литрифейской, чтоб перешёл на свой родной предел. У Симонова есть хорошая, свежая жадность, жадность к теме, мысли, к познанию и к образу, к лирическому раздумию и строгому эпосу. Этим и объясняется разнообразие его стихов, от исторических поэм «Ледовое побоище» и «Суворовка» до баллад и лирических вещей. Особенно хороши баллады «Генерал» и рассказ о спрятанном оружии. В балладе «Генерал» о смерти мати Залка есть строфы, прекрасные по своей простоте. В кофейнике кофе клокочет, солдаты усталые спят, над ним арагонские лавры тяжёлой листвой шелестят, и кажется вдруг генералу, что это зелёной листвой родные венгерские липы шумят над его головой. Баллада «Рассказ о спрятанном оружии» написана ритмом задыхающегося от волнения человека. Это во много раз усиливает и без того потрясающие впечатления от рассказа о суровой верности долгу и мучениях испанских бойцов. Симонов не боится говорить о страдании. Он не сродни тем поэтам, у которых незатухающие барабанные бои заглушают человеческие слёзы. Он не сродни тем писателям, которые наивно полагают, что можно только петь песни, бахвалиться или с закалёнными лицами сжимать разнообразные рычаги машин. В поэме «Возвращение» у Симонова есть щемящие слова о смерти матери. Пять дней не умирала, ожидала, ведь никогда и её не обижал. А тут вот телеграмма опоздала, она звала, а ты не прибежал. Как ей должно быть, было одиноко. На телеграмму денег наскребла, а сын не едет. Сын её далёко. У сына, верно, важные дела. Есть у Симонова занозы, срывы ритма, повторения рифм, нарочиты грубые фразы, места, производящие впечатление разжатого кулака. Очевидно, это объясняется торопливостью Симонова. Стихи не отстаиваются, мало проверяются временем, поэтому на дне подчас остаётся осадок. Отстаивание стихов, хотя бы и недолгое, необходимо. В детстве я слышала разговоры отставного солдата-кантониста с мальчиком. Солдат рассказывал, что чугунная пушка, ежели её зарыть в землю, через несколько лет превратится в медную. «А потом?» – спрашивал мальчик. «А потом?» – убеждённо сказал солдат. «Она, надо думать, сделается золотой». Это легендарная мысль о превращении грубого вещества в более благородное под влиянием и времени, если и применимо, то главным образом в области поэзии и прозы. Служение мусс не терпит суеты. Симонов очень молод, и тем радостнее видеть в нём одного из первых талантливых поэтов-ровесников «Октября». 30 октября 1938 год